здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирмы peterson и я эдвард петер и сегодня как ожидалось мы должны были с вами снимать калоши с брызгами со снегом там со всеми этими делами но тут кое-что вмешалась ну так всегда бывает планируешь ты а там кто-то располагает то есть не не оплатили пока за первую мою работу то есть там сумма приличная и поэтому в этом случае я действую по проверенной схеме я вижу напоминаю сначала а потом арестовываю весь продукт или предметы эти которые я с него и жду реакции как правило наступает потому что товар жалко посему как бы мотивация работать дальше мне пока отсутствует я не люблю такой подход и я решил просто заняться работой опять же на себя что значит на себя это стоки да я вам скажу так продажи идут хорошо потом кто ждал 17 мата какой-то вебинар я давно говорил что вебинар будет 17 апреля сейчас напоминаю так я вчера поработал маленько вот сделал еще вот такую картинку вот с последней роскоши она вот уже осыпается все то есть вот такую картиночку я сделал стоки и приняли и сегодня я планирую еще тот самый счетную машину сфотографировать с разных ракурсов так и если у меня работа на сегодня такая что я купил по случаю вот эту штуку выглядит она вот так сейчас я покажу кто-то возможно уже узнал что это такое потому что есть современные типы это старая патентованная вещь тримов называется для тех кто не узнал это картофель и чистка по сути дела сюда одевается картофель и этот нож ходит вокруг этой картошки и чистит ну вот эта машинка брунсвига как брунгильда вспомню молодость две тысячи допустим давайте узнаем сколько мне лет 2017 год нынче да круто не урочка здесь появилось число 2017 надо отнять тысяча девятьсот когда мой родился то пятьдесят четвертый год и крутануть в обратную сторону чтобы от минусов смотрим мне 63 года спасибо машине а теперь после этой ностальгической волны я поставил давайте посмотрим что я взял два куска пенопласта и поставил машинку высоко чтобы на ней вот здесь был белый абсолютную фон для этого у меня стоят два стрипа и сверху еще стоит но его я не буду включать мне этого вполне хватит так для того чтобы получить металлический немножко блеск я поставил бьюти дичь тарелочку можно и без бьюти дичь просто рефлектор поменьше сделать но лучше свет дает так и освещение справа подсветка осуществляется вот этим солдбоксом то есть задействовано четыре вспышки но как я и говорю что в крайнем случае если у меня была одна вспышка я бы и одной снял единственное что мне пришлось бы больше работать фотошопе я сейчас соединю камеру и вспышку проводом экономлю при этом на батарейках просто-напросто так вот здесь она у меня вот там выход да и так сейчас мы с вами будем делать снимки кстати о этом белом фоне это не что иное как кусток да поверьте вот кусочек здесь отломился маленький покрашены просто с одной стороны купил его в обе и мне он очень нравится своей матовостью своей гнущестью и равномерным таким отцветом так как у меня нет прямого здесь фона вот эта часть она все равно будет немножко темновато и для того чтобы это не происходило я буду использовать просто кусочек вот этот стекла вы видите хромированная часть по сути дело темное потому что она практически сейчас отсвечивает меня самого в темной майке но если мы возьмем вот этот листочек и направим его сюда видите разница вот это тоже одно из условий быстро и красиво снять вот эти металлические можно даже вот сделать допустим так чтобы не было все белое такое вот подсветку так это может быть и кусок ваттмана то есть не заморачивайтесь тем что вот туда да и то есть у меня этого нет где это возьму я вам скажу что купили телевизор или что-то такое вот осталась упаковка то же самое в общем то то же самое не просто вот у меня есть это удобно да я этим пользуюсь ну а вам потому как вы просмотрели очень много наверное моих видео всяком случае это рекомендую делать где я показываю с абсолютно простыми средствами с одной вспышкой или там на камерной или еще в общем то это все равно даже с дневным светом единственное что при дневном свете приходится поднимать изо а это я не люблю и поэтому мы сейчас с вами произведем такую сесть а потом посмотрим на результаты окей ну а теперь можно подмозду чку так это уже когда все настроено в этом нет проблем поехали ночная горячка после того когда мы сняли ее во всех ее ракурсах теперь давайте подумаем как бы посмотрим на это глазами дизайнера представьте себе что ему нужно вставить это на страницу да то есть как бы это выглядело попробовать в этом случае действительно сделать такие ракурсы может быть немножко необычные но с точки зрения дизайнера я вот допустим вот отсюда снял тогда мне не важно что тут все цифры видно или что пускай это будет размыто и вот я сейчас сниму со штатива и начну осуществлять отдельные то есть съемку я буду эти цифры снимать я буду вот это снимать буду механизм снимать буду делать размытие туда и даже попробую с это с лягушечего то спрос называется перспектива то есть снизу поснимая и сверху поснимая то есть включаем 5 музычку и начинаем и ну вот мы накопили хорошее количество видов ракурсов и поэтому сейчас я вас призываю пойти фотошоп посмотреть и поглядеть действительно так получилось что на обработке практически ничего и делать не нужно окей пошли так ну давайте вот посмотрим что вот тут наснимали хорошо я особо не заботился горизонте вот этот угол не вот этот больше нравится так так вот и придется удалить все олимпия и так далее механизмы что удачно вот то что я говорил ушло цифры есть ржавчина такая хорошая интересная патина и уходит так это вдали отсюда можно хороший сделать вырез тоже хороший механизм ржава такой отлично цифры могут кому-то тоже понадобится вот это фрош перспектива то есть лягушачья перспектива я думаю вот как дизайнер тоже вот такое бы очень понравилось когда бы я что-то на эту тему развивал вот или так сверху еще немножко сверху ну и вот вы видите в принципе у нас готовый материал теперь давайте какой-нибудь возьмем из них так ну-ка вот эту допустим и откроем ее photoshop я хочу проверить насколько действительно мы получили белый фон даже в этот раз я не стал в формате фотографировать так ну-ка смотрим до 255 255 внизу конечно будет поменьше где-то 254 здесь но это совсем ерунда вот 255 то есть по сути дела все хорошо мне останется только взять перышко и так как я с ним умею обращаться и вам это преподавал и требовал даже настоятельно чтобы вы это дело выучили и не смотрели на него как на врага на это пюро который не поддается никаким усилиям а она как своего ближайшего друга так вырезали потом я вижу здесь нам немножко надо будет поправить чуть-чуть и вот в этом месте надо было потоньше все-таки взять пенопласт чтобы он в эти щели не выглядывал ну или как беда сейчас мы это дело поправим теперь я скажу что давайте-ка мы сделаем выделение вот он сделал выделение так как у меня белый стоит внизу то я нажав control и вот это стрелочку перемещение получил сразу же белый фон так и естественно я могу тут теперь ее подвигать зажав control shift вот так посередке и не нужно соединим control е тут еще мне осталось что-то подкрасим посмотрим нужно ли нам чуть-чуть да чуть-чуть нам надо высветлить вот так немножко сильно не нужно готово и вот таким образом мы с вами обработаем все нужные нам ракурсы так и пойдем сейчас вот они они у меня то что я хотел сделать вот они все уже обработанное выделенное как видите я замазал табличку убрал логотип так и обратить внимание здесь тоже логотип убран вот тут он был нет логотипа так скажите не показал как ну давайте вернемся посмотрим как логотип убирается в общем то это не так сложно сейчас открою какой-нибудь ну этот понятно как выбирается да вас будет больше интересовать ну как я где побольше такое вот он ясновидимый да ну давайте мы его загрузим сейчас уже раз уже пошло такое дело объяснял когда фотошоповская то мы как раз так и сделаем то есть я в этом случае поступаю ну очень просто я беру лассо который никогда не беру обычно а в этом случае мне как бы все равно вот я его взял потом отодвигаю куда-нибудь то что мне нужно вот этот и говорю контрл й и получаю на отдельном слое получаю сейчас этот кусочек этот кусочек я его закрываю вот тут так соединяем контрл е а теперь возьму заплатку просто-напросто пройдусь там где я считаю видно край вот так и все логотип мы убрали практически только если хорошо присмотреться и вот тут нет возвращаемся с submit говорим его вот эти вот допустим выбираем загружаем сюда но вы знаете я это делаю и говорим произвести submit сейчас мы посмотрим по сайту это какой-то сайт который надо посмотреть допустим по шаттерстоку все по фатоли все биг сток тоже все остальные меня мало интересует ну вот дорогие друзья первый тайм что называется мы с вами отыграли сняли нашу машинку со всех со всех сторон ну теперь в общем то все надо продать по идее тем более что вот вам скрин cb машинка 1 в 1 видите цена а взял я ее за 8 вы помните кто со мной ходил на барахолку взял ее за 8 но я очень очень тяжело расстаюсь с такими вещами и поэтому я так подумал подумал хотел я честно говоря сегодня хотел я сразу думаю отфотографирую и поставлю на продажу потом на эти деньги куплю еще что-нибудь еще сфотографирую но не смогла может быть когда-то я продам а до тех пор я думаю она может нам послужить где-то еще там может быть в каком-то натюрморте или еще что-то механическое такое интересное да если разобрать вы знаете сколько там шестеренок ой 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 поэтому нет пусть пусть она остается она мне запала в душу и пусть она останется так теперь следующее возможно для кого-то из вас эта сессия наша фотосессия показалась очень простенькой легенькой такой и в общем то не совсем для вас интересной но я думаю для новичков да поэтому я сейчас на этом видео закончу а в следующем видео мы с теми самими новичками встретимся с тем что мы сфотографируем опять же вот эту штуку со всех со всех сторон ее будем искать ракурсы такие интересные и потом сделаем такой натюрморт о котором я с вами говорил надо еще магазин за картошкой съездить к обеду как раз получится ну а на этом пока я с вами прощаюсь всем доброго пока